Касымжимар Тукаев побывал с рабочей поездкой в Кустанайской области. Президент посетил город Рудный, ознакомился с ходом ремонтных работ на теплосетях. Пообщался с горожанами и рассказал о программе модернизации населенного пункта. Также глава государства посетил ряд промышленных и социальных объектов региона. Динар Абдирова продолжит. Накануне десятки многоэтажек и частных жилых домов остались в Рудном без тепла. Причина – авария на теплотрассе. Место порыва коммунальщики уже установили. Последствия устраняют. Масштаб аварии показали главе государства. Президент пообщался с пострадавшими и заявил, что износ сетей вызывает серьезную озабоченность. Я специально приехал после появления сообщения о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству, естественно, Акиму, области и города заниматься этими вопросами. Аварию устранили локально. А сейчас в более тысячи домах есть тепло, доложил Аким города. Касым Жумар Тукаев на встрече с жителями уточнил, насколько достоверна эта информация. Мне только что Аким города заверил, что в принципе в квартирах сохраняется тепло. Вот я хотел спросить, так оно или нет? Честно скажите. Тепло откроили, по-моему. Честно. То есть походу мы успели это сделать. В отличие от того, что произошло в Акимастузе, там ситуация была очень плохая. Жительница Рудного Олеся Геря вовсе пригласила президента домой, чтобы глава государства мог лично удостовериться, что в квартирах тепло. После ремонтных работ у нас дали отопление, теперь у меня дети не мерзнут, тепло. Тепловые сети Рудного считаются наиболее изношенными в Кустанайской области. Случаются аварии и в отопительный сезон. Только перед началом зимы в городе ликвидировали порыв на магистральных сетях. Сейчас их износ больше 60%. В этом году на модернизацию планируют потратить больше 2 миллиардов тенге. В целом, конечно, и по стране, и по данной области, как точно, и по другим городам, состояние теплосетей находится в аварийном ситуации. Очень плохо обстоит дело. Я правительству поручаю, начиная с сегодняшнего дня, и особенно в весенний, летний период, надо очень тщательно готовиться к зону. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Кустанайская область – главная житница страны. Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений региональной экономики. Взять, к примеру, эту птицефабрику. В год здесь производят больше 250 яиц и свыше 500 тонн мяса птицы. Продукция идет на местные рынки и экспортируется в страны СНГ. Регион также считается лидером по экспорту железных руд. Но запасы Соколовского карьера иссякают. Осталось порядка 33 миллионов тонн. Это до 2035 года мы еще будем работать по этому карьеру. Мы презентуем информацию о новом продукте, который мы планируем выпускать в ближайшей перспективе. Восстановленные окатыши или продукт ГБЖ горячего брикетированного железа, который имеет 92% по содержанию железа. И он используется в электросталеплавильном производстве. То есть это не в доменном производстве, это более экологичный. Коммунальные проблемы президент обсудил и в Лисаковске. Местному теплоцентру больше полувека. Он обеспечивает теплом и электроэнергией свыше 30 тысяч горожан. Износ объекта превышает 50%. Но у компании есть свой план модернизации. Президент поручил ускорить шаги по реализации проекта. У нас разработан комплексный план развития города Лисаковска, где по годам мы разрабатываем ПСД, проектно-сметную документацию на реконструкцию и на капитальные ремонты оборудования и инженерных сетей. На данный момент у нас разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт водогрейного котла номер 2. Реализация проекта позволит снизить износ с 43% до 31%. В Лисаковске есть вся необходимая инфраструктура. Это заметил и Касым Жумартукаев. Он посетил семейно-досуговый центр Алакай. Его в будущем планируют расширять. Президенту презентовали проект будущего аквапарка, скалодрома и летнего лагеря. Руководит центром Любовь Захарова. За многолетний добросовестный труд и вклад в систему образования глава государства вручила ей благодарственное письмо с нагрудным знаком «Алтенбарес». «Алтенбарес» – это очень хороший знак. Вот и на встрече с молодежью Тукаев отметил, как важно развивать моногорода. Президент подчеркнул, что не обязательно рваться в мегаполисы, чтобы реализовать свои амбиции. Слова главы государства поддержали и молодые люди. Большую часть своей жизни я посвятил спорту. За все это время я успел добиться определенных результатов. Я выполнил мотив мастера спорта. Попал в национальную сборную Республики Казахстан. Становился победителем чемпионатов Республики Казахстан. Также победил в прошлом году на Всеминной гимназиаде во Франции. Это все, конечно, благодаря моей семье, моим родителям, городу, который оказывает большое влияние на развитие спорта. Не обязательно действительно жить в большом городе с тем, чтобы, прежде всего, реализовать самого себя, а затем показать соответствующие результаты на благо народа, на благо своего родного города. По сравнению с другими моногородами, Лисаковск выглядит очень прилично, в хорошем состоянии. Это, конечно же, и ваша заслуга, потому что, занимаясь предпринимательством, общественной деятельностью, спортом и другими видами деятельности, вы вносите большой вклад в развитие этого города. Посетил президент также Кустанайский автозавод. Здесь сегодня запустили линию мелкоузлового производства Kia Sportage. Она включает в себя сварку, окраску и сборку кузовов. Казахстан будет первопроходцем в Центральной Азии по запуску линии мелкоузлового производства этой модели. Мощность составит 25 тысяч автомобилей в год. Это новая линия Кустанайского автозавода. Ее особенность в том, что здесь собирают Kia Sportage с нуля. Сюда привозят каждую деталь машины, которую затем собирают в пазл. И на выходе получается готовый автомобиль. Запуск новой линии означает, что Казахстан в этой производственной цепочке мирового автогиганта станет значимым звеном. Уже в этом году линейка Кустанайского автозавода пополнится еще одной моделью – Kia Cerato. В этом году на заводе планируют собрать 90 тысяч автомобилей. В планах – экспорт производимых в Казахстане машин. В перспективе сейчас очень глубокую работу проводим по локализации. Локализация дает удешевление, потому что мы сейчас очень много теряем времени, ресурсов на логистику. Если мы будем базироваться здесь и производить компоненты на территории Казахстана, это будет намного дешевле и быстрее. Kia – один из популярных автомобильных брендов в стране. Только за прошлый год в Казахстане было продано почти 10 тысяч новых автомобилей этой марки. Это на 62% больше, чем в 2020-м. Динара Абдирова, Алмаз Умаргалеев, Ербулдаиров и Бахатпек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента. Динара Абдирова, Алмаз Умаргалеев, Ербулда. Продолжение следует... Продолжение следует...